Частое состояние в нынешнем мире у человека некий такой духовный тупик, когда он не знает, чем нужно заниматься, то есть какое-то застревание. И особенно часто оно случается у людей, которые уходят в духовность, например. Они понимают, что те ценности, которыми они жили, они уже не актуальны, а новых ценностей они не создали. И такое зависание, подвешенное состояние. И оно сейчас у многих людей возникает, в том числе и у меня даже было. Как ты считаешь, от чего оно возникает и как из этого состояния правильно, грамотно выйти? Да. Вопрос на самом деле хороший и я думаю, что это вообще ключевой вопрос, который, если мы на него сможем ответить достаточно точно и емко, то он сможет дать максимальную пользу. Поэтому мы постараемся сейчас очень точно подбирать слова и точно подбирать концерты, для того, чтобы они могли срезонировать с теми, кто смотрит нас, смотрит этот ролик, и дать какие-то подсказки по тому, как стоит попробовать думать и действовать в своей жизни, и как стоит относиться к тому, что с ними происходит. Станет тупика знакомо всем, без исключения людям, которые пришли к осознанию того, что есть что-то большее. Но проблема мышления человеческого существа такова, что он стремится распространить одну логику на все сферы, которые открываются перед ним в жизни. То есть, как я уже говорил, если у собак был бы Бог, то это Бог был бы большой собакой, и если у человека появляется Бог, то это некий седовласый старец. И человек стремится все, что он знает в реальной жизни, спроецировать на другой мир. То есть, он ищет подтверждение о том, что знает уже? Человечество многие века находилось в состоянии выживания. В этом состоянии выживания была логика, и работала логика, которая говорила о том, что человек должен надеяться только на себя, что человек должен защищаться, что человек должен строить стены, что человек должен накапливать ресурсы, что человек должен враждовать с теми, кто стремится отнять его ресурсы, и он должен организовывать войны для того, чтобы эти ресурсы захватить и обеспечить себе выживание. Это логика обособленного человека, и она процветала и процветает, на самом деле, по сей день. И эта логика, помимо всего прочего, говорит, что человек должен защищать свои системы убеждений и верования, он должен защищать своего Бога. Эта логика, которая, по сути, является логикой эго, логикой выживания, она работала для человечества в то время, я не буду говорить хорошо или плохо, она работала, но проекцируя это на духовность, человек испытывает затруднение и тупик, потому что чаще всего вопрос примерно такой, я достиг духовности, а что делать? А куда идти? А где тот поезд, на который я купил билет? А где я могу себя приложить в жизни? А что мне с этим совсем вообще делать? А как я могу на этом заработать? А как я могу получить отношения, которые я хочу? Собственно говоря, где это все? Я заплатил цену, я достиг просветления. Я осознался, да, что дальше делать? Но давайте пойдем просто более медленно по тому, от чего же, собственно говоря, осознался. Первое, что появляется, когда человек начинает мыслить духовно и начинает искать что-то большее в своей жизни, он сталкивается с тем, что есть некий иной мир. Что за мир? Этот некий иной мир, который находится внутри него самого и вокруг него. То есть некая тонкая реальность, которая организует то, что мы здесь видим в моноплотном плане. Эта тонкая реальность обладает критериями бесконечности и изобилия. Как все говорят, сила Вселенной. Да, сила Вселенной. Вселенная изобильна. Это мы на самом деле можем увидеть даже в живой природе, которая, если убрать из нее человека, будет процветать. Это самый простой отголосок, но если мы обратимся внутри себя, мы увидим, что ресурса во вселенском масштабе, на тонком плане мироздания, в метафизической или многомерной реальности хватает для самых смелых мечтаний. После этого мы начинаем замечать, что внутри нас есть некая любовь, некая радость, некая божественность и некий разум. Человек, который открывает себя для духовного знания, он начинает видеть, что за пределами человеческой жизни есть межпространственная любовь, что есть некий организующий замысел и есть некое организующее сознание, которое является, с одной стороны, частью его самого, и он является частью этого сознания. И при этом всем это сознание, оно испытывает к нему любовь. И человек, начиная чувствовать себя любимым, начинает отпускать вот эту хватку выживания и хватку страха, который он держит в своей жизни, которая сковывает его в жизни. И это позволяет ему немножко отойти от вот этих инстинктов, которые составляли его жизнь. То есть ты говоришь сейчас о любящем Боге или о любящей Вселенной? О любящей реальности. Потому что без осознания изобилия и без осознания любящего разума за пределами черепной коробки, никакое духовное развитие невозможно. Потому что в противном случае это всего лишь перебрасывание пинг-понг ментальными концепциями. Бог это, это, Бог это, это. Все человечество играет в пинг-понг какими-то пластиковыми шариками, которые Бога не содержат, какими-то коробочками, какими-то замкнутыми формами. По-настоящему духовное развитие постулирует то, что ты идешь внутрь себя и находишь то, что скрыто там, за пределами твоей человеческой логики. И за пределами человеческой логики ты обнаруживаешь любовь, ты обнаруживаешь замысел, ты обнаруживаешь изобилие, ты обнаруживаешь умиротворение. Когда ты это обнаруживаешь, это подобно тому, как ты всю жизнь находился в темной комнате, ты привык к этой темной комнате, ты умеешь в ней выживать. Ты знаешь, что в углах сидят другие люди и тоже боятся. Ты умеешь конкурировать за еду в этой темной комнате. И после того, как спустя много жизней ты находишь дверную ручку и открываешь дверь, Ты начинаешь видеть солнечный свет, зеленые поля, ты начинаешь видеть море, ты начинаешь слышать другие звуки, ты чувствуешь другие запахи. И эта реальность за той стороной завесы, она для тебя становится за той стороной порога, она становится по-настоящему возбуждающей. Вот что такое на самом деле духовное откровение. Ты начинаешь видеть, что есть иная реальность. Но после этого человек встает перед этой дверью, и он, так как он всю жизнь привык жить в темной комнате, у него даже зрения не было. Он даже не понимает, что же на самом деле эта реальность из себя представляет. Он привык жить в темноте на ощупь. И ему говорят, у него же убеждение, это человек, выросшего в темной комнате, и другие, которые живут рядом с ним, говорят, да нет, это все твои фантазии. Они говорят, ты должен уметь конкурировать и выживать в этой темной комнате. И у него нет иных принципов отношения к этой реальности за порогом, чем те принципы, которые у него есть в темной комнате. А что такое принципы, которые у него есть в темной комнате? Это страх, это ощущение того, что нужно выживать, это ощущение того, что может не хватить еды, это ощущение того, что ночью меня могут убить. Эти ощущения, эти переживания, он проецирует на то, что находится за порогом. Ему кажется, что за порогом может быть так же страшно. И он не решается перешагнуть порог, потому что здесь-то ему комфортно относительно. Здесь у него стабильное низкое качество жизни, оно стабильное. А там может быть все что угодно. Он тянет страх темной комнаты на чистые луга и поля, где ему ничего не грозит, и где он может испытать благодать, теплоты, радость, единение с природой и ощущение подлинной реальности, а не той коробки, которая... Мозг так устроен, что он как бы цепляется за привычное. И вот это состояние тупика, которое возникает у большинства людей, которые идут по пути духовности, есть не что иное, как вот это топтание около порога, когда человек видит новую реальность, но проецирует старые принципы на нее. Поэтому человек думает, а как я буду, если я шагну на этот порог, как я буду зарабатывать, кто меня будет кормить, если я не буду заниматься тем делом, которое мне не нравится. Как я буду жить, кто обо мне позаботится на физическом плане, если я буду идти по пути своего внутреннего призвания. И это состояние, оно... Человек парализует тем страхом, который у него есть. Этот страх обостряется, потому что человек... В человеке появляется действительно важная дилемма. Это действительно важные жизненные процессы. Человек застревает на нем, он не понимает, чего делать с этим. И эти старые принципы, они вдруг оказываются очень сильными цепями. Хотя, казалось бы, человек в обычной жизни будет, ну и да, страх нест. А здесь как бы по-настоящему страшно. Как же перешагнуть этот порог? Это, наверное, самый большой вопрос и самая сложная дилемма, и самая сложная задача человеческой жизни, которая отделяет его в непросветленном состоянии от просветления. И очень мало кто по-настоящему этот порог перешагивает. Большинство людей, которых мы видим как духовных людей, они всего лишь подглядывают в эту дверь, вот так приоткрывая, и описывают, что они там видят. Но они туда не перешагнули. Они не находятся на этих лугах. А те, кто находятся, наверное, об этом не говорят особо, да? Либо они об этом не говорят, либо они могут об этом говорить, но это, то, что они об этом рассказывают, это не является плодом их эго, или плодом их желания что-то получить для себя. Это скорее является просто восторженными впечатлениями, да? Как в той притче по имени Чайка, по имени Джонатан Ливингстон. Он же вернулся, в конце концов, для того, чтобы рассказать о иной реальности в свое стадо Чайек. Поэтому, если мы говорим о том, как преодолеть этот порог, то мы здесь должны понимать, что логичными человеческими инструментами и способом мышления, мы его не перешагнем. Мы не можем никогда накрутить свой мозг на такой степени, чтобы набраться смелости и перешагнуть его, и полностью изменить убеждения эти. Нет, на самом деле реальность этого перешагивания состоит в том, чтобы попробовать изменить принципы, на которых держится наша логика. Для того, чтобы попробовать довериться иной реальности, которая качественным образом иная и базируется на совсем других основах. И если мы можем на какой-то момент найти это чувство доверия внутри себя, или некоторые туда перешагивают из-за полной неудовлетворенности, например. Здесь уже терять нечего. Да, терять нечего. Например, да? Либо из ощущения того, что это абсолютно естественный шаг туда, потому что старые основы изжили себя полностью. И вот когда человек может довериться этому, то новые принципы начинают входить в его жизнь, и когда страх убирается, мозг начинает находить иные альтернативные варианты мышления. Понимаешь, в чем история? Мы никогда в темной комнате не сможем мыслить так, как будем мыслить за ее пределами. У нас там появляется другой способ видения. У нас появляется зрение. В темной комнате нет зрения, мы ничего не видим. Там мы видим что-то. У нас подключается новая модальность восприятия. И эта модальность может дать нам те ответы, которые мы никогда бы не увидели в реальной жизни. Мы начинаем видеть, что в этом саду полно еды. Мы начинаем видеть, что в этом месте не нужно обогреваться, потому что есть солнце. Мы начинаем видеть, что тут очень много ресурсов для того, чтобы что-то созидать в этой жизни. Но эту новую модальность восприятия можно подключить, только перешагнув туда. И этот шаг, он действительно отражает конфликт между трехмерной логикой, трехмерной логикой конечности, расстояния, потери и страха, и многомерной логики, которая подразумевает нашу творческую потенциальность и нашу возможность влиять на мир, и нашу безграничность и отсутствие необходимости бояться. Вот перешагивание в эту многомерную логику, оно и является самым большим вызовом для человека на этой планете. Оно и является самой большой задачей, ради которой мы все здесь. Может ли ангел, не помня то, кто он есть, на самом деле, прийти в эту условную темную комнату и совершить вот этот переход сознания, подъем его человеческого сознания с уровня трехмерной вот этой обособленности и вот этой грязниза выживания в темной комнате и довериться тому, что есть иная реальность, где есть свет, где есть другое восприятие этой реальности, где можно видеть, довериться этой реальности, еще находясь в темной комнате и совершить этот шаг доверия. И после того, как он совершит этот шаг, то ему откроются новые пути и новые возможности для того, чтобы строить и продолжать свою жизнь на другом уровне осознания. Именно поэтому люди, которые попали в тупик, они находятся в самом, наверное, самом кульминационном моменте всего их человеческого опыта, потому что он показывает вот этот самый важный, вообще саму суть эксперимента земного, перехода от трехмерного к межпространственному. И для того, чтобы сделать этот шаг, нужно доверие, нужно понимание того, что решения, которые человеческому мозгу нужны, знаешь, как обычно говорится, человеческому мозгу нужно сначала понять, как он будет действовать, а потом сделать, чтобы не бояться. Понять, исключить все возможные варианты опасности. Увижу, поверю. Здесь обратный момент. Поверишь, увидишь. Здесь то же самое. Ты не можешь знать того, чего ты не можешь знать. Человеку незрячему невозможно знать, как это видеть, и что он может увидеть, если будет видеть. Это абсолютно разные логики. Это логика разного порядка. И поэтому люди, которые находятся в тупике, то для них есть только один шанс, и один шаг, и одно возможное действие. Это действие, которое самое противоречивое, и которое отражает уровень духовного развития. Это действие, которое вообще для человека не свойственно, как биологическому существу. Это доверие. Энергия доверия подразумевает в себе то, что ты на какой-то момент убираешь страх из своего сознания. Энергия доверия – это энергия действия, которая признает разум и любовь во всем мире, как основу существования. Энергия доверия – это торжество духовного в человеке. И только человек, который способен искренне доверять, может постичь иную реальность и увидеть эту реальность, перешагнуть за порог и получить те дары, которые там скрыты. Подлинное доверие было у Иисуса. И именно поэтому в кульминации своей жизни он пережил очень сильный энергетический подъем. И когда он после, как гласит Писание, после того, как он приблизился к своим ученикам воскреснов, он обладал другим телом, другим содержанием и другой энергией его тела. Он был… То есть тело-то сформировалось. Да, его тело повысило свои вибрации. И это просто пока… Но он на это шел, он, разумеется, боялся. У него, разумеется, были человеческие эмоции. Но доверие, доверие миру, доверие судьбе не как чему-то злому и внешнему, а как выбранному тобой опыту, который идеально вписывается в твой путь развития. Наверное, это называлось верой, да? Да, это называлось верой. Вот это доверие, доверие просто более понятное слово. Вот это доверие, оно позволило ему не сопротивляться, не драться, не побеждать своих врагов, а сделать то, что он сделал. И это, разумеется, выглядело для всех остальных как какое-то иррациональное поведение. Для человека, склонного выживать, люди, которые могут довериться реальности, которые их окружают, они выглядят сумасшедшими. Это же… Ты же идешь на смерть. Почему ты это делаешь? Ты можешь победить всех своих врагов. Мы видели, как ты творил материю руками. Мы видели, как ты воскрешал мертвых. Почему ты не можешь победить своих врагов? Почему ты не можешь испариться, в конце концов, из этого места? Ты идешь, ты доверяешь. Это нелогично для нас. Но красота этого действия не в том, что этот мастер умер за чьи-то грехи, а что он продемонстрировал человечеству торжество духа в теле. Он продемонстрировал такое доверие, которое создало… Ну, это, по сути, разрыв шаблона для человечества. Оно создало религиозное течение, оно создало систему философскую, которую, разумеется, потом часто по-разному использовали, но в основе которой лежит вот этот парадокс между человеческим и духовным, и божественным внутри человеческого существа. И это доверие – это просто, наверное, единственный ключ, единственная энергия, которая позволяет человеку выйти из тупика. Я не говорю о том, что вы должны прыгать с обрыва или что-то сделать для того, чтобы показать свое бесстрашие. Я говорю о том, чтобы устранить драму и переживания в вашей обыденной жизни. Когда вы вступаете к тупику, то вы сталкиваетесь с огромным количеством несовершенства в вашей жизни и тех вещей, которые причиняют вам боль. Вам причиняют боль близкие люди, вам причиняет боль мир, который есть вокруг вас. Вам причиняет боль то, что вы делаете не то, что вы любите в этой жизни. И, разумеется, человеку хочется сразу либо исправить, либо отказаться, либо избавиться, либо убежать. Самые типичные реакции, которые типичны для животного – бороться, избегать или замереть. Замереть – это тупик, бороться, когда это попытаться что-то трансформировать. Но не всегда это возможно. Мы не всегда можем поменять людей, которых мы окружаем. У нас не всегда есть возможность вырваться из той реальности, в которой мы есть. Кстати, у людей, которые особенно идут на духовность, у них бывает такое, что он что-то понял и пытается всем это доказать потом. Да, потому что ему так комфортнее. Ему хочется свою реальность вокруг себя обстроить таким образом, чтобы она как бы соответствовала ему. Это даже не всегда эго. Это скорее просто старая трехмерная стратегия в новом осознании, которая работает. Ему хочется преобразовать действительность. А правда же заключается в том, что человеку нет задачи в этом. В том, чтобы либо бороться, либо убегать, либо находиться в тупике, в замерзшем состоянии. У человека есть возможность продемонстрировать не человеческую логику, не трехмерную логику. Это логика доверия текущему моменту и логика, которая признает то, что то обстоятельство, которое есть в твоей жизни, они не случайны, и это не наказание, а это плацдарм и возможность для того, чтобы проявить вот этого духа в себе. И обладая новой модельностью восприятия, новым видением, новым чувством, вот этим духовным чувством, начать эту энергию трансформировать не через внешние действия, а через свое умиротворение. И тогда, если ты сможешь устранить драму и страх и научиться выражать любовь в твоей повседневной жизни, если ты сможешь полюбить этого голубя или этого твоего близкого человека, который причиняет тебе боли, если ты сможешь научиться не реагировать и не... К себя, может быть. Да, если мы к себе еще пройдем, если ты сможешь научиться не раздражаться на близких людей, если ты сможешь выполнять ту работу, которую ты выполняешь, пока не имея возможности ее изменить, но привнести в нее частичку души и творчества к ролику о творчестве, если ты можешь в конце концов найти божественное умиротворение, вот этот источник внутри себя, который дополнит тебя настолько, что тебе будет абсолютно не важно, кто вокруг тебя или что ты делаешь, если ты сможешь вот это умиротворение, эту любовь найти внутри себя, то тогда это будет в чистом виде торжеством твоего межпространства, тогда ты перешагнешь. Это противоречиво, потому что человеку обязательно нужно куда-то бежать, человеку нужно обеспечить себе благоприятную жизнь, человеку нужно обеспечить себе безопасную жизнь, но что если все это обеспечение может прийти изнутри, что если все эти ответы и это ощущение баланса умиротворенности может прийти из центра твоего сердца. В этом случае мы просто получаем иную жизнь, иные решения и тогда, когда будет уместно и тогда, когда ты сможешь устранить драму, страх и вот это постоянно истерический пинг-понг внутри себя, надо что-то делать, надо бежать, надо спасаться, когда ты сможешь это устранить, твое сознание, как мы уже сказали, перешагнет порог, начнет больше видеть и новые возможности рано или поздно придут, придут сами и твой естественный поток, который ты откроется в тебе, когда у тебя уйдет вот эта постоянная драма внутри тебя и откроется возможность для этого потока, когда этот поток начнет проистекать в эту реальность, то он начнет получать выражение, но ключом ко всему является доверие, либо то, как это называли древней вера. Вера не в то, что что-то есть там, а доверие к тому, что что-то есть там. Не важно верить в Бога, важно доверять той нефизической части самого себя, которую ты ощущаешь, потому что, если ты ее ощущаешь, то это доверие признает ее подлинность. В заключение небольшая метафора. Многие люди делают из своих убеждений, из своего просветления определенную табуретку. Они эту табуретку строят и они хотят перед тем, как ей воспользоваться и на нее сесть, они хотят быть убеждены, что она выдержит их вес, они хотят быть убеждены, что она не сломается под ними, они хотят убеждены, что она даст им необходимую опору, но, как ты прекрасно понимаешь, нет никакого другого способа проверить это, кроме как сесть на нее. И для того, чтобы, собственно говоря, выйти из тупика в жизни, которая загадала такую интересную энергетическую загадку, то вот эта смелость, которая открывается, когда мы устраняем страх и драму и позволяем себе доверять тому, что внутри себя почему-то признали подлинным на какой-то момент. Вот оно может полностью преобразить жизнь людей. Все. Спасибо. Саша, скажи вот, на каком уровне, как ты считаешь, ты находишься? Ты находишься все-таки в этой комнатке или уже вышел за порог? Хороший вопрос, потому что любая метафора, конечно, имеет свои ограничения, да, и нельзя взять всю человеческую сущность и засунуть ее в рамках метафоры. Тем не менее, если говорить о реальности, которая составляет мою реальность, то надо понимать, что я где-то обнимаю ногами порог. То есть половина моей ноги находится там. То есть одна нога моя находится там. Половина тела. Да, половина тела. Половина тела находится сзади. И надо понимать, что это перешагивание порога, оно может растянуться на много жизней. И полностью перешагнутый порог, он на самом деле означал бы для меня то, что меня бы здесь физически бы просто с тобой не было. Не потому что я бы воспарился в небо, а потому что я бы, наверное, даже не смог тебе передавать те знания и те понимания, которые сейчас передаю. Потому что если я спрошу тебя, как дыхать, как дышать, да, то ты мне вряд ли расскажешь, как это на самом деле, как нужно напрячь какую там мышцу внутри себя для того, чтобы произвести вдох. Это было бы абсолютно естественно. А пока я нахожусь между вот этими двумя мирами, между которыми на самом деле находится большинство людей, которые находятся на пути к духовности. Мне получается немножечко передавать послания между... Ты такой посредник, да? Посредник, да. И это посредничество, оно закончится по мере того, как я буду все больше и больше процент тела переносить за ту сторону порога. Потому что в конечном итоге это знание, оно просто станет настолько естественным, что мне будет тяжело его формулировать. И, конечно, в этом моя настоящая цель. И то, что я делаю, то, что мы делаем вот с тобой в этих роликах, это не более чем реалити-шоу о перешагивании порога. Это ни в коем случае не попытка чего-то кому-то научить, а скорее попытка создать некую, передать некую энергию по мере возможности, максимально искренне, для того, чтобы она могла быть распознана другими людьми на каком-то очень глубинном ощущении. И могла пробудить в них какой-то, затронуть их струны души и могло пробудить в них представление о том, что что-то же есть за этим миром, за пределами этого мира, что-то же есть еще большее в этой жизни. И вот это и все, вот это только это. Просто, наверное, больше никогда не будет шанса постоять между двумя мирами и немножечко порассказывать о том, как там. Спасибо. А как ты думаешь, вот ведь есть вот комнатка, да, опять вернемся к той метапке, да? Есть комнатка, за ней новая реальность, а за вот этой новой реальностью есть ли еще что-то? Пока мы находимся... Пока мы здесь сложно говорить, что там. Есть, конечно же, есть. Другое дело, что мы не сможем это сказать, потому что нам непостижимо, мы можем иметь лишь отдаленное представление о логике следующего шага, но логика той комнатки за пределами этой комнатки просто, наверное, не войдет в мыслительный аппарат человека и, соответственно, в словесный аппарат человеческого существа. Тем не менее, я полагаю, я полагаю, что за комнаткой с доверием, да, за комнаткой с доверием весь остальной мир и все подлинное мироустройство вселенной так или иначе будет базироваться на любви, на мудрости, на сострадание и, что самое редкое для человека, который духовен, на радости. Потому что если ты можешь радоваться, ты уже там, в эту самую секунду ты уже за порогом и тебе даже не нужно рассказывать об этом и тебе даже не нужно никому ничего передавать. Ты нашел и это само твое действие уже манифестирует подлинную реальность. Вся вселенная так устроена, кроме маленькой темной комнатки, которую человек построил на красивых ее лугах и хочет там жить, потому что ему кажется, что это стабильно. Сам себя запер, да, выключил свет. Да, в этом есть красивый эксперимент, но он на самом деле очень комичен со стороны, как ты прекрасно понимаешь. И да, если ты научишься радоваться, ты уже там и я думаю, что радость, любовь и сострадание являются уникальной константой для всех, без заключения порогов за каждой реальностью, а уже конфигурации прохождения через эти пороги обусловлены теми сущностями, которые через эти пороги шагают и их индивидуальным опытом и путем возвышения их сознания, сюда все более глубоких трансперсональных областей. Я сейчас сказал что-то очень-очень сложное и если вы просто несколько раз это помотаете вперед-назад, то возможно вы поймете, куда я поклоню, но это тема для отдельного ролика и не на один час, наверное.